Исполнение окружного бюджета в июне будет напряженным. Это связано в первую очередь с наступлением летних отпусков. Об этом на оперативном планерке при губернаторе региона сообщила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко. За минувшую неделю в казну региона поступило 32 миллиона рублей. Это налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество. В то же время расходов было осуществлено на сумму 277 миллионов. Самые большие расходные статьи, порядка 108 миллионов рублей, это субсидии учреждениям образования и здравоохранения на выполнение госзаданий, плюс субсидии на иные цели. Также 28 миллионов рублей направлено на социальное выплату населению. Государственный долг по-прежнему составляет 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Хочу сказать, что на июне у нас будет очень сложное финансирование расходов, поскольку на кассовые расходы у нас не хватает порядка 400 миллионов. Мы будем уменьшать лимиты финансирования. Хочу обратить внимание всех ГРБС, что в июне осуществлять только выплаты первоочередных мероприятий. Нарплата отпусканы. Мы не уменьшаем лимиты на капремонты школ. Школы должны быть, детские учебные заведения должны быть подготовлены к первому сентября. С такой расстановкой приоритетов согласился и глава региона Игорь Кошин. Когда мы стоим перед выбором платить зарплату чиновникам или платить зарплату бюджетникам, я бы все верю, бюджетник находится в гораздо большем приоритете. Кроме того, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко доложила информацию о соблюдении нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. По итогам первого квартала текущего года из 21-го муниципального образования не выполняют норматив-2. Город Наринмар на сегодняшний момент при выполнении 31 миллион и Хриверский сельсовет на сумму 186 500. С 1 июня приказом по департаменту приостановлено перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Хриверскому сельскому совету до выполнения норматива. Мы понимаем, что очень большая работа проведена данным поселением, но в целом все правила одинаковы для всех.